Показав свой лучший результат, вышла в полуфинал, где уступила в упорнейшей борьбе сборной ФРГ 1-2 и проиграла в матче за третье место сейчас в атаке сборной Франции. Простыли передачи, Яша напевает мяч и... Гоу! Филипп Гонде открывает счет на 12-й минуте. Вот такая размашистая атака сборной Франции приносит успех хозяевам поля. Смотрим еще раз. Передача. Удар Симона. Мощный удар. Это не прострел, а именно удар в сторону ворот. Удар по воротам. Яшин мяча не удерживает. Защитники. Вот рядом стоит Вадим Соснихин, пятый номер. Альберт Шестернев, третий. Со стороны центрального защитника сборной Франции Жильбера Лешанадека. Свободный, не 11-метровый. Обращаю ваше внимание. И вот штрафной удар выполняет Ёжев Сабо. 35-я минута. Подача. Численко. Гоу! Гоу! Численко в высоком прыжке отправляет мяч в сетку. Здесь защитники сборной Франции, как завороженные, смотрели и за полетом мяча, и за стремительным прыжком Игоря Численко. Кстати говоря, Игоря Численко болельщики называли Осой. У него было прозвище среди болельщиков. Именно вот такое. Злой был футболист. Быстрый, яркий. Посмотрите, как резко он откликнулся на эту передачу и буквально вколотил мяч с линии в Ротарской площади. Защитники явно не ожидали такой прыти от... На Москве. Наши выиграют 4-3. Не слишком там удачно сыграл Яшин. И последний матч в Тбилиси 16 июля 67-го года. А это удар Симона. Гоу! Потрясающий гол на 45-й минуте. Вот, пожалуйста, сейчас оценивайте. Мог бы Лев Яшин вытащить этот чудо-удар Жака Симона? Посмотрите, какой удар наносит полузащитник Кананто с левой в самую девятку. Мне показалось, что еще был небольшой рикошет. Мяч скользнул по ноге. Первый и последний. Филипп Гунде так и не оправился от того падения после столкновения с Альбертом Шестерневым. А сейчас мы смотрим за этой атакой. Стрельцов. И вышел Жозеф Бонне. Передача в центр. И... Гоу! Гоу! Кардио выбивая. Мяч попадает в Анатолия Бышевца. И рикошетом от ноги нашего форварда мяч пулей влетает в сетку. Даниэль Ион расстроен. Вратарь и капитан сборной Франции. Это Пьюми. Но не от ноги Пьюми. Мяч попал в ворота. А от ноги сначала Кардио. А затем Бышевец оказался на пути мяча. Смотрите, как здорово играет в стенку Стрельцов. Как он блестяще перед этим обманул футболиста. Делает пас. Посмотрите. И вот Кардио. Третий номер. Выбивает. Но попадает в Бышевца. И мяч влетает в сетку. Вот так неожиданно. Мяч уходит за боковой уровень. И сейчас московский автозаводец, который оказался на месте левого крайнего. Напомню, что в этом матче он играл на месте левого крайнего защитника. Численко. Численко. Великолепная передача Стрельцова. И проход. Численко. Численко идет в штрафу. И удар. Гол. Гол. Численко выводит сборную СССР вперед. 61-я минута. Стремительная контратака. Гостей. Вот посмотрите. В замедленном повторе. Как здорово играет Численко. Обходит одного. Второго. Играет в коротенькую стенку со Стрельцовым. Затем смело идет вперед. Уходит от центрального защитника Жанна Клода Пиуми. И бьет. Когда тот разворачивается и пытается заблокировать удар Численко. Численко с правой ноги. Наносит удар штычком. Пыром. И этот удар оказывается голевым. Второй гол Игоря Численко. СССР вполне могла бы попасть в финал на Уэмбли против сборной Англии. Но сейчас посмотрите. Момент, когда Эдуард Анатольевич Стрельцов забивает четвертый мяч ворота французской команды. И вот тот самый случай, тот самый момент, о котором я вам говорю. Грубейшая позиционная ошибка и Стрельцов. Вот пас Соснихина просто вперед. В свободную зону. Там никого из центральных защитников. Вот смотрите, где Пиуми. Стрельцов не спеша приближается. Да, здесь отчасти ему повезло. Безусловно. Но Пиуми даже и не пытался. Не пытался противоборствовать Эдуарду Стрельцову. И он отважно бросился на нашего форварда. Но Стрельцов сначала мягенько пытался не просто так пробить.